всем снова здравствуйте мы приехали куда я сам забыл хотя я сам тебя на южной стороне дагестана мы в магазинском районе приморске приехали на море но море тут разбушевалась короче волны серьезные пока что думаем да будем купаться но я не знаю я сейчас подумаю подумаю девчонки сюда приезжают поисках темного песка прошлом видео тоже коровы к нам пришли загорали сегодня тоже они здесь похода их не постоянное место вот для на его лиановый лес побережье этого так что друзья мы сегодня по горамкенском районе показал нашим гостям из москвы на горамкенский район показал мост через реку самур и в итоге приехали до моря так чтобы показать им черный песок они очень хотели увидеть это место а еще альяновый лес спрашивали все время поэтому сегодня привез их сюда ветер настолько сильный что глаз не могу один открыть ветер ветер ты могуч ты гоняешь стоит мы сейчас наде будем пить чай и самовара прямо здесь вот а больше никому что ли не нальем больше никому только мы только вдвоем будем пить остальным наверное не дадим пусть сами приезжают сюда потому что мы тут снимаем репортаж репортаж на таком ветру до страдаем а чай они должны просто так попить поэтому слушаем вообще откуда приехали я коренной москвич а я считаю что мы приехали ну оба с москвы поэтому мы просто попьем чай ну остальным тоже в гостю это ежевика ехали до пляжа на машине как надо сказала делаем короче теперь делаем прогулку пешую прогулку делаем водопадом не назовешь у меня камыш у меня камыш чай говорит со стаком будешь давай интересно что такое стак пошли чай пить чай с остаком надя отстает короче мы гуляем здесь что устала а а а а а а а пониженный включая и давай ну подъем чай со стаком подъем да какие кое мы даже идем и не знаем будет ли там шашлык будет ли там добыча какая а пока обратно придем и чая нету да шашлык ой шашлык господи камыш погиб в неравном бою с водой это в этом ты виновата он погиб так это что такое ну ка ну ка вон там что-то кафе какой-то да да на запах идем на запах да да запах шашлыка чувствуете может это просто горят камыши со вкусом мяса в дагестане я еще не голодала по моему ты вот пять дней пятый день сегодня да шестой у нас пошел обратный отчет вот шестой день ты все голодаешь и голодаешь походу нет у меня здесь выработался режим я должна кушать по режиму я одно не могу понять а вот где этот вход в кафе что-то какие-то закрытые территории что там написано бинокль доставать шли на запах шашлыка попали к кому-то короче в дом да говорят но у них нет шашлыка это не от них пахло это мы так решили что мы там поедим а в итоге нет даже не угостили даже не угостили ничего сейчас мы найдем кафе где жарят вкусный шашлык а может осталось чуть-чуть он сказал осталось вот прям вот здесь за кустами мы могли конечно переплыть может ты поднимешься на башню посмотришь где там ближайший кафе ну я могу я могу там правда какой-то дядь сидит я думаю ему не понравится то что я затеяла лучше не будем рисковать мы не знаем даже да 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 вдруг он злой видишь какая территория серьезная закрытая отделение в приморке ой молодцы друзья долго приходится искать кафе идем идем а вон я вижу уже этот ну кажется я нашла кого в кафе ну отсюда то я тоже вижу что дым выходит только не знаю кафе или опять кто-то сам для себя жарит ну еще мы попросим немного мяса чур просить будешь ты не мне вы же гости приезжие туристы вам не откажут а мне сразу скажут иди купи пожарь сам ты думаешь а нам потом придется тут отрабатывать мыть полы и весь песок перемыть да пол песчаный пол будешь мыть ну а что я думаю что не вот оно кафе кафе все успокойте свои желудки кафе близко садово это единство на лезгинском языке вот такой вот прибрежное кафе прямо возле моря потому что я не люблю так нельзя тут можно только несколько же ну здесь она делается тесто уже здесь раскатывают кидают вот сюда потому что пламя она лишь оттуда сверху это что это что это крышка просто хлеб 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 гости очень хотели сильно хотели шашлык из баранины в общем заказали мы сейчас его вот сидим теперь ожидаем шашлыка погода хорошая сегодня не печет прям солнце раз приехали солнце прям жарила сегодня более такая скромная погода вот дышать хоть можно но вода теплая в море вставай на чаевые давай давай чаевые надо дать конечно и вообще-то чуду приготовила ничего так нахал века ты слышала она на ровном месте хочет деньги заработать конечно она уже не первый день это творог и зелень это волшебно это очень вкусно с ними покажи какая красота чем дальше от центра и тем вкуснее да думал не угостят но все-таки это надя поделилась куском чуду с творогом и зеленью вообще тесто мягкое бомбовое да надя нам нужно попросить пакетик чтобы еще забрать попросим сначала только давай я поем да нам повезло века не ест у нас лук поэтому меньше народа больше чуды нам достанется много почему разрубишь сейчас тут весь лес кругом а тут могу разверт говорю я буду мимо постоянно давай возьми какой но я смотрю думаю в какую-то щепку поменьше взять наш вот вот эту маленькую дай мне она трухлявая я думала она нормально щепку дай щепку дай я лучше не трогай оставь топор говорит да я рубану кого ты хочешь я хочу по правилам я правильно положила вот здесь то я не промахнусь треснула все ради видео все ради контента спасибо ногтями а потом вы говорите что мы с такими ногтями ничего не умеем это вы здесь на видео вы дома ничего не делаете кто сказал зачем вы обманываете так нагло и не краснеете это каштан посадили да это каштаны по которой можно потом кушать у вас не жарит каштаны жарит я нигде не видела только надо знать где я я не знаю я по каштанам не спешила очень вкусные каштаны вареные тоже вкусные чуть-чуть еще чуть чуть совсем уже употреблять мясо жареное возле прям моря хочу да хочу понравится чтобы не предложили работу все рядом море он сполоснулся пришел опять короче забрали новый пакет шашлыка теперь надо обратно идти сколько километра наверно два примерно сколько мы прошли как туда больше я думаю немножко больше двух километров короче доставай шашлык хватит уже триндеть не в дороге не будем а пока дойдем все сидим да не будем думать сколько нам идти просто пойдем не бежать у меня точно уже не нет энергии целыми до невредимые будет одна плиточка немножко оторвана или сбита да как вы думаете кто обязательно там споткнется не знаю про кого она именно поэтому идем аккуратно смотрим под ноги дорога тут очень ровная до зеркало зеркало дорога зеркало битые стекло самое главное дошли в такой долгий путь длинный и не с пустыми руками нашли вот добычу да самое интересное что как будто мы пошли в лес с палками копьями копья они называются вот копьем добыли оленя пожарили его и пришли с добычей даже пожарить успели нас должны наградить сейчас меня кто-то уколол не живи к прикол расскажу давай ведь я же боюсь всяких насекомых пауков и так далее лежу я в номере на кровати извиняюсь за подробности а я же слепая у меня плюс 3 смотрю это один глаз да смотрю и вижу что-то черное думаю господи паук это или что жду пока видит выйдет вика я говорю вика посмотри кто это на стене она поднимает голову говорит надя это гвоздь что говорит лежишь уже в обмороке но я практически в обмороке лежала нереально уже там чуть ли не тарантул привиделся конечно никуда не падая падаешь вот настолько боится человек но тем не менее я приехала в дагестан да знаю что тут тоже всякие такие гадости имеются ну пусть они меня лучше боятся думаешь хоть раз где-нибудь застала герзу нет я не слава богу я не видела я бы тут не шла они обычно бывают на пляже вот дербенском не даже больше скажу что в дербенде на песку короче лежат загорают я не просто так когда копала песок боялась до встретить шкуру скидывают поэтому тебе надо больше бояться в дербенте этих змей здесь то они еще предстоит опять квест в обратную сторону через броды то что то мы то что мы ехали сюда на машине проходили такой квест что потеряли защиту практически потеряли теперь нам предстоит то же самое покажи мы не просто так идем при этом тапочки это надо уметь один брод пройден москвичами кому скажешь не поверят вот привыкли пятизвездочных отелях жить да а вы вот так вот поживите как мы как мы вот да как ты сегодня сказала у нас в дербенте говорит нету дербент присвоили себе нам осталось вон еще один брод пройти давай посмотрим мой муж не посмотрит youtube все под контролем олег знает что все нормально все четко без меня ни шагу никуда распустишь вас тут без контроля оставлять нельзя вас я уже специально иду по воде да полезно для ног ты чё холодная вода ключевая вода которая течет из из лианового леса кстати эта речка идет думаю пока мы нашу добычу сейчас едим вот и опять а вам слабо а нам не слабо а вам слабо нет вот здесь вот мне даже теперь короче обратно вот на машине походим эти броды добираемся вон до поднялся сильный ветер поэтому мы ушли оттуда чуть не снес мне лобовое которое уже разбито а мы сейчас короче знаешь что сделаем мы сейчас поднимемся в кафе и там и сядем спокойно да там же сядем я ему показал поворотником сидели возле моря там поднялся ветер мы в итоге решили приехать туда же куда пришли пешком два с половиной километра со своим самоваром со своим чаем своим мясом ну шашлык мы у них брали века просто режет просто реже опасные видите как урили века надо мясо поесть пока не успела в общем друзья вернулись обратно сюда же пляжа берега все уехали из-за сильного ветра там уже невозможно было сидеть чай пить а мясо уж тем более есть потому что везде песка много песок разбрасывает прям лицо поэтому мы решили вернуться в это в кафе присели тут час как раз покушаем и потихоньку поедем да действительно наконец друзья мы поели этот шашлык а то ходились за ним сначала искали этот шашлык потом с этим пакетом с мясом ходили шли-шли-шли в итоге развернулись в итоге развернулись короче связи с погодными условиями развернулись пришли обратно в кафе со своим самоваром вот он там стоит поели сейчас вот пьем чай и самовар а вот видимо скорее всего будет дождь хотя гостям из москвы это не совсем нравится это слово дождь потому что они приехали загорать в дождь у нас никто не загорать да здесь не принято загорать дождь так что выпьем сейчас чай потом едем в биркбель обратно вот чем могу сказать чё скажем напоследок на сегодня напоследок поставьте нам лайки хотя бы да давай не хотя бы давай подпишитесь на меня да давайте да тем уж не забудьте поставить лайк а то стараюсь для вас не то чтобы потом самому чтобы смотреть чтобы вы смотрели чтобы вы узнавали какие места как люди приезжают как отдыхаем как все это делается вот что вы тоже узнавали обо всем этом что помимо турции есть еще и дагестан на самом деле приехали спокойно посидели позагорали поели по бродом походили тоже да на побережье каспия так что друзья всем добра всем салам алейкум всем пока удачи до скорых встреч салам алькум всем пока удачи до скорых встреч